Женщина, а вы йогурт едите? Йогурт? Давайте. Возьмите подарок. Свежий. Спасибо. На здоровье. Это правда свежий. Нет, конечно, на эти оранжиные. Вот для вас. И аккуратнее тут, если продукты покупаете, смотрите срок годности. Мне было 25 лет. Я с вами 8-7 лет. Я хочу больно, что война началась, мне бы за 9 лет. И работали, работали, работали. Да, все поднимали вы, а мы только пользуемся. Такой голодный. Загорелись в 45-м году. Сначала дедушка умер, потом сгорели в ноябре месяце. Вообще, в чем были, там остались. Картошка в госполе горела, грибы, все, все, все погорело. А отца у меня нет, 36-го года. Умер в 36-м году. У нас было двое. Брат на 2 года молодой. А с какого года, Саня? И я? В 42-м. В 25-м году, я имею в виду, у меня еще 8-м, и в 4-м. Да, Бог здоровья. Так что впечатляю, я праздник, и все. Когда было лучше, что я? А? Когда было лучше, раньше или сейчас? Жизнь. Жизнь. Раньше. Раньше лучше было? Да. А что сейчас не устраивает? Сейчас один обман. Раньше. Скоро, может быть, это закончится. Боялись шагнуть. Такая была дисциплина. На минуту не опаздывала. Вот всю жизнь проработала. Что же у меня? Я ветерана. Да, ветерана. Я не знаю. Не от страха, это, наверное, ответственность была. Люди были более сознательные. Да. И вот давал учебник войны у меня и в лучшем. В 25-м году было на войне. В общем, теперь я что-то все. Скоро, раньше, когда вы работали, вам хватало заработной платы от зарплаты, от получки до получки? Скоро, наш наработок проводили 15 лет. Мы стали 15 лет, совершенно летнее. И ушла я на работу. И полбуханки хлеба получала. А когда я не работала, и ушебенцам давали только 100 грамм. Я имею в виду, что сюда ближе, когда уже в Дрежневе, сюда. Зарплаты хватало раньше? Нет. Все равно мало? Ну, тогда хлеб копейки, молоко копейки. А ну, теперь тысячи, тысячи, тысячи. Это какой-то... Тогда дети моложе были, и перестарались. Мы старались. Вот так, все для фронта, все для войны. Сейчас то же самое, все для фронта, только не для нас, но для Вагнера. Слез для фронта, слез для войны, на каждом шагу, везде и слез, и у магазина, и у скетч-совета, и у колхозной контор. А теперь картошка не поймешь, что? Здесь встретили, не поймешь, какая-нибудь. А тогда все чесло, и выдавали костюм. Видите, вот эти все конфеты? Все просрочено. Все просрочено, все испорчено. Все тупое. Продают, забираем это. Вот сейчас полиция забирает все. Продают просроченные товары. Так что вы смотрите сроки. А вы смотрите сроки? Зачем обманывать все бабы? Вам просто спрашивают. Зачем? Я и не вешаю. Это не про срочки, не ветки, не обманываю. Давно с дерева слилось. Понимаешь? Давно с дерева слилось. Какого с дерева? Ты что врешь? У тебя просроченные все закупили? Это не про срочки. Вы доказали? Йогурт. Что значит доказали? Ты мне докажи наоборот. Если бы ты знал законы, читать бы умею, ты бы доказал. Шертификаты все будут. Какой шертификат? Сейчас покажи. Не надо обманывать, пожалуйста. Маши покупатели. Вот вы на таких покупателях и делаете себе деньги. Потому что они не видят ничего. Иди вон во фруктовый, там бананчики есть, покушай. Успокойся, Маката. Запись. Переправы через Волгу. Здесь какие. И сейчас есть такие переправы? А теперь не хуй через Волгу. Ни, 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 ни. Я вообще в Волгарске. Из какого города? Город в городе в Горьковской области. Вчера в Нижний Новгород. Ну, теперь в Нижний Новгород. Там есть в Горьковской области. И я еду в Горьковской области. А что бы было, если бы продавали просрочку в прошлые времена? Представили. Это вообще последний. Это последний день был бы, наверное. Одна женщина опоздала на 15 минут. И ее посадили. Посадили? Да. А здесь опоздали на несколько месяцев? Да, лишь 40. Вот если бы людей травили при Сталине, вот такие вот продавцы, расстреляли бы, наверное, да? Да. Сталина у них. Во всем порядке. И вот эти гуси, я вам говорю. И мы ели все свое. Хоть перекапывали. После зимы перекапывали поля картофины. И вот эту картошку мы ели. Ну, что 100 грамм хлеба? Что? Нас двое было. А мама работала. 30 грамм получала. А с нами жрала мамина бабушка. А у нее два сына на фронте погибли. Хотя бы копейку, не копейку. Дай бог вам здоровья. Спасибо, ребята. Спасибо. Вот. Путин бардак развел, да? Вам спасибо. Вам спасибо. И слышу плохие ветки. И потом я, что у меня второй королевский момент. С одним проходил почти 12 лет. В двухтысячном году мне поставили первый. Потому что мое сердце работало за 40 ударов в минуту. И вот четвертая городская правда. Всю количество я в России прошла. Даже была у профессора Бочкина на приеме. И он мне дал направление на конечкуляцию. И удовольствие мне поставили в 2014 году. Поехала на проверку на улицу Камагина. А он у меня развалил. Меня не выпустили с улицы Камагина. Отправили в изглазе скорой. И отправили в четвертую городскую. Две недели отъезжала, поставили в вторую. Но это, конечно, хуже. Наш друг хуже. А это иностранный, да? От иностранный. И на улице Камагина я ездить не могу. Так как нету таких приборов. Молодой человек, молодой девушка, девушка. Девушка. Она все прошла, прошла. Прошла, прошла. Что, что? Все, уже ничего. Проверку каждой девочке, вонят, там и местные. И вот каждый идет и ездит в первую городскую больницу. Дай бог вам здоровья. Ну, скорее бы. Валяющий, как навал. Где этот аборигент, который говорит, что не просрочено, не доказано? И вам, и вам. А тут слишком налегке идешь, нафишки. Это не вас. Она что-то хотела, там, правда, помидоры, землю. А аборигент говорит, что не доказано, что просрочно. А вот это что такое? На три месяца просрочно, на два. Что значит не доказано? Да капец вообще. Девятый месяц, восьмой месяц, не доказано. А без совести нет.